Книга весом 8 килограммов, сказка с интерактивными страницами и атлас, которому 300 лет. Детям с редкими заболеваниями показали уникальные книги. Некоторые из малышей лишены возможности полноценно делиться своими впечатлениями. С близкими они общаются при помощи системы ПЭКС, специальных карточек, которые дети всегда носят с собой. Система проста в использовании и восприятии, поэтому применять ее могут даже взрослые, лишившиеся речи. Что ты хочешь поделать после мастер-класса? Чтобы тебя щекотали? Щекотали? Приклеивай хорошо. На полосочку приклеивай. Будем щекотаться? Будем щекотаться. После изучения уникальных книг дети приступили к созданию своих. Виктория вместе с сыном придумала сказку. Сама сделала под нее мягкие книжки и карточки на липучках. У нас Лева, он не засыпает без сказки. У нас папа, мастер, сочиняет сказки. И он у меня все время просит, мама, напиши мне сказку, сочини мне сказку. В общем, мы вместе написали сказку про красного волка. И сейчас мы ее с вами впишем вот в эту редкую книгу. У него не было грузей. Обычно они живут в скале. Но у этого не было грузей. И он пошел в поиски грузей. Не оказывается, что красные волки на самом деле существуют. Они находятся в красной книге России. Мероприятие организовано Союзом родителей особенных детей «Я редкий». Организация существует благодаря инициативе мам и пап, которые не боятся развеивать стереотипы. Первое масштабное мероприятие «Гонка редких» состоялось в начале июня. Продолжение следует...